За святую Русь помолюсь Поговорить спокойно уже без этого, без шашки Иркутская область, знаете чем, вот я жду, когда мы с ней разговаривали по телефону с Натальей Она говорит, так что ваши садницы у двоих растут, давно растут, а я всегда переживаю Так что это вам, ого-го, поставили нам это минус 50, а не 40, как у меня Нет, выражай ей, все прекрасно, я с нее слово взял Я говорю, Наталья, слово, потом она звонит, говорит, все, я поговорила с ними, они обязательно отчитаются Обязательно пишут, ну Тайшет, это же вам, гу-гу Если бы вы знали, что такое ветка, это Абакан Тайшет, через какую-то тайгу страшно это все проходит И какой там климат жуткий Нет, растут Я говорю, поймите, мне это надо, понимаете, потому что их тут как раз все одно к одному Тут тебе и Франц Халилов, у вас климат как в Африке Ну у меня как в Африке, ладно Почти убедил, когда добят, что ты дурак, то действительно поверишь Ну Тайшетский-то район, это что? Кроме нее там две семьи, мои саженцы, да какие образцы Ой, ну короче, Наталья, если вы меня слышите, я все жду Ну теперь давайте по делу, а то опять им получилось одни эмоции Знакомые отговаривают Надежда и желание сильнее И сама же мне рассказала про два сада Весь год изучая ваши видеоматериалы, ваши постулаты, методы Год назад, еще не зная по вашей теории, по интуиции Посадила вишни на холмик Сделала прививку у земли Ну, понимаете, что это Это не интуиция Это уже, так сказать, божий дар Так, сработало Через год прививка вымахала за два метра А, она прислала на фотографии, там вот такая вот Представляете, здорово Я, жаль, фотографии сейчас не найду Я ее поздравил, говорю, давай волшебница И дальше интересно Вишни, купленные в садах Сибири Окрепленные, хотя пришли в очень плачевном состоянии А если бы она их посадила, как все Я выделил Я очень рада, что случай свел меня с вашим сайтом Буду изучать большим удовольствием И далее приобщать к вашим публикациям своих знакомых и незнакомых садоводов Через группу Viber в WhatsApp Конечно, протянула я время заказов Изучала, думала, что именно приобрести Может, еще не поздно Дальше она заказывает абрикос Амур Привитый Для нее это прекрасно Не замерзнут Манжурские абрикосы Ассорти Тем более не замерзнут Абрикосы Боднера закончились Я так ей написал Опоздала Вишня Сибирская штамба с генами черешни Выживет И может быть, впервые появится в вашем районе черешня Со вкусом черешни и морской кусти вишни Это ваш шанс И справка Не меньше в этом году Ста человеком я разослал У меня их много Урожай был сумасшедший Вишня Сибирская штамба с генами черешни Я их кучу разослал Думаю Кто-то из этой сотни Кому подарил Подарил Подтвердите, друзья Вот И Жду, чтобы кто-то Пусть даже не из Тайшета Пусть даже Большинство же европейцев заказывает Сейчас себе руки опустило Все-таки добили Сибирь Колонии они Это уже не жизнь Знали бы тут какие зарплаты будут Так сейчас бы это Как в том анекдоте Приходит инженер домой И говорит жене Меня бандиты остановили У меня с собой было 3 рубля Ой Последние 3 рубля отняли Нет Узнали, что инженер Еще добавили мне денег Вот кто бы нам, сибирикам, добавил Пустеет Сибирь Вот Сколько народу с Саваногорска уехали 40 лет назад 35 лет назад Боже, что тут творилось Глаза горят Все тут было Все было Где сейчас найдете Чтобы кто-то на коньках прошелся На лыжах В дворы пустые Детей ни одного На площадках Представляете Что творится Это Сейчас я в настроении спорчу Читаю дальше Валерий Костинович В одном из вебинаров Вы обмолвили со сладком Манджурском абрикосе Интересно Но Костовщик с такими Характеристиями Котово генерирует Дело в том, что Плавает За раз Один год Тех, сладкий Другой не сладкий Но я уже Знаете, что я сказал У меня Есть пример Согласия Ваулина Я всем говорю А у Ваулина У директора Медского института Все мои Это его слова Трубку сказаны Правда Все мои Манджурские абрикосы С маточного дерева Сенцы Самосев Вот Он сказал Все сладкие А у меня Я очень капризный У меня один год Против сладкий Второй не сладкий И тогда Раз вы упомянули Что Вишню сибирскую штамбу Из генами Чиричную упомянули И вишню Войлочную упомянули Так Я взял И нашел фотографию Вот это и есть Вишня Сибирская Штамба Генами Чиричная Если бы Птица Ее не клевала Птица Лучший дегустатор На свете После пчел Если бы птицы Не клевали Значит Я был бы болтыном Это вишня А это тоже вишня Вот Это дерево Оказалось наиболее сладким Растет кстати Знаете на чем Интересная А это же учеба А я не могу Вот сейчас вспомнил Когда я об этом говорил Ну Как получилось Что везде нормальная земля Тут до дома Ту сторону 4 метра Домик Это засыпуха Запилок Пока это и есть Мой коттедж До сих пор А Вот тут получается Угол Да И А надо место занять Не пропадать же место И раз Лопату Гравий Я выкопал Вот такую Примерно яму Из гравия Долбил Долбил Ну Поставил туда Саженец Этой вишни Однолетний И засыпал землей Ну то есть вот Как я учу А тут получится Холм по неволе Я его не делал И с тех пор И до сих пор Столько ягод И ягода вкусная А растет на гравий Ну это так к слову Вот То есть Если бы Вас Специалист А у меня гравий Он скажет Выкопать яму Метр На метр На метр Так А если на гравий Десять саженцев То тут уже надо Что Тут уже надо Целый грузовик Привезти Шопать ямы Размером В один куб Заполнить Не Выдолбил ямку Вот Можешь считать Что это Как писали Проходимец Вот Мы сейчас вместе Проходим эту науку Проходимся Как меня раньше называли Вот Ирина Александровна Это Ой Я уже привычка Я же не с вами разговариваю Ирина Александровна Вы мне сейчас нужны Как этот Как свидетель На самом деле Я разговариваю С Натальей Так вот Наталья Вы упомянули Про Сладкий Самый сладкий Сергей Вырубил Я не стал портить Настояние себе И вам Он его срубил Помните я показывал Самый сладкий Можешься Раз Самый крупный Он еще живой С него Александровна Савинич Можно ветчики Срезать Я о нем забыл А сейчас И не резал Сейчас вспомнил Только потому что Вопрос был заданен Про самый сладкий Вот Это чудо Это чистый гибрид Учитывая что Это Вегетативный гибрид Это не то что Вот Ветром надуло И Потом что Появилось Нет Это чистый Вегетативный гибрид Вот эту Сергей Спилил Полностью Вот Места мало А вот эту Саду Узнаете себя Нет Вы мне Когда-то Стребуете Раз я Коммерсант Продаю Косточки Продаете Вы За рекламу С меня Должны Требовать Гонорар Потому что Я в таких случаях Сам удивляюсь То ли вы Украшаете Сад То ли сад Украшает вас Скорее всего И то правда И то Ну вот Этот дерево Этот Самый Как его назовем Гибридный Маджурис Это первый урожай Вот Сергей Он тоже Срубил Я в таких случаях Не отчаиваюсь Знаете почему Да Действительно Места в Сибири Нет Когда-то Он обращался В Шушенское Сказали Участвуйте В этих Аукционах Аукционы Старался Дорогое дело Мало того Их еще и нет Еще Можно было бы Но их еще и нет То есть Ваши Дела Так Значит В хуторе Последнее Продавали Вы знаете Ирина Александровна Знает Рядом Сонный Участок Вот Миллион Семьсот Дороже Чем квартира Двухкоматная Трехкоматная Примерно В Сайногорске А на этом участке Маленький Домик По-моему Десять соток Миллион Семьсот На берегу Красивейшее Место Продавали Двенадцать соток За Миллион Двести Но там Гола земля То есть Там была Сотка По сто тысяч Вот Еще раньше Продавали За 50 тысяч Там уже лес Растет А я Лично Сергей Немножко Участвовал Начиная с 1985 года Приращивал Приращивал Я в этом Посчитал Что не считая Двухстареньких Домов Я прирастил Тридцать Соток И в сумме Получилось Что я потратил Больше двух Миллионов Своих денег Я все Жду Когда Мне дадут Государственную Премию Я верну Эти деньги А Государственную Премию Я давно Заработал Но Благодаря Таким Как Халилов Я никогда Не получу Хотя Честно Заработан А здесь Вот Пошел Четвертый Год Вот Первый Рожай Эта фотография Она как бы Многозначительная Вот вам Пожалуйста Абсолютно Здоровье Деревья Я вам Поговорю Сто Фотографий Двести Но их Много Тысячи Вы Нигде Не увидите Грибов Вы Не увидите На Большинстве Сортов Ни Одной Длинки Хотя Я их Не опрыскиваю Не подхожу К ним Вы Не увидите Не то Что Грибов Дырочек Потому что Муравьи Пашут Так что Это Ни у кого Шансов нет Понимаете Ну и На четвертый Год Вот Первый Рожай На пятый Было бы Больше Но Этого Дерева Больше Нет Вот Вам Пожалуйста Лучева На переднем План Это питомник Вот почему Срубил Что из-за Него Вот он Срубил И 20 Саженцев Вырастет Если по Тысяче Рублей 20 То И все Стоило Жалеть Вот Я тогда Не расстраиваюсь Знаете Почему Вот смотрите Часть этого Уже выкопана И сожжена Вспоминайте Меня упрекали В том Что почему Мы не раздали Людям Вот А я отвечал Что мы Завтра приедем Завтра приедем И не приезжали И так же Два случая У нас Такой же Случай У Боднера Мы заберем Заберем И не проданы И переросли И я не знаю Что сейчас Он это Ну Сейчас уже Не до этого Он уже лежит Ну ладно Грустная тема Вот Так она выглядит А вот Чего я хотел сказать Вот Видите этот Вот любой из них Потенциально Может дать Будучи Манжурцем Гибридным Может дать Вот так Вот такие вот Плоды А это уже Согласитесь Это уже как Не запорожец Не морседес Но это уже Жигуль Первой модели Вот это уже Это уже солидно Знаете Я все время Такие случаи Вспоминаю Я когда сравнил С автопромом Да Вот Запорожец А с одной стороны Как в науке Много таких Вот Как Немец Русский немец С Германии Мне звонит И говорит Значит Тут расспрашивал Про сорта Рассказал Как плохо Здесь Германия Как там Плохо Другой мне Рассказывал Как Он на рыбалках Но все равно Ребята Осталось 6 минут Так Что там у нас дальше Сейчас Расскажу А Ну вот на этом Закончу Раннее Позднее Чтобы знали Разницу Да Но это привитая Ладно А ну-ка Может еще что Я вам сейчас Кое-что расскажу Да Это может уже потом Ничего Неделя раньше Неделя позже Так вот Про двух русских Немцам рассказывают Первый Зовут Фамилия Иван Нет Фамилия Иван Фамилия Гофсец Вот Уехал в Германию Общий порывал Вспомните Ура Земля почти обетована Вот Через кред Приезжает И Ванька Ты что Плянулся Да Пропадет А Германия Пропадет И рассказывает Я почти все забыл Но я запомнил Этот случай На рыбалке Я говорит Дура Купи удочку Пошел на рыбалку Но я Искренне говорю Правду Мне запрещают Богом Клянуться Особенно по мелочам Просто поверьте Я закинул удочку Поймал вот такую рыбку Подходит трое Первый Значит Взял И измерил Второй Как состава штрафовал А третий Я уже не помню Их было трое Вот три немца Нашли себе работу Я все вспоминаю Наш Госпироднадзор Гос Этот самый Это Гостехнадзор Гос Как он этот От слова Который сейчас Больше всех Воюет с нами Короче Еще санитарный надзор И еще сельхознадзор И еще Этот Ну самый Самый Вот этот Вот Сейчас скажу Даже из принципа Сейчас вспомню Я все испорчил Короче видите Оказывается Там И вот он мне Нарассказывал Вернулся Ладно Это Один случай Про немца А другой Живет себе там И жалуется Но живет Жалуется опять На Германию Земли нет Сад посадить Невозможно Вот Мечтает вернуться И задает И в разговоре Промелькнуло Он мне спрашивает Про сорта Вот А на чем ездишь Он говорит На Мерседесе Вот Я говорю Понимаете Я говорю Вот эти сорта Которые у меня Попроще Я их называю Жигулями Первой модели Я говорю Вы бы сели На Первую модель Жигуля Ну учитывая Что на Мерседесе Конечно Это же Жигуль Первой модели Я был бы Это самое Сейчас Если бы Я сейчас Был бы Такой Автомобиль Понимаете Какая память Осталась А это Опутник Машины Которые все Итальянцы Делали Вот так Ну что Наше время Истекло Сейчас